Дрейфующая станция 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 тогда как до этого самые ранние находки на Кольском полуострове были датированы 5-м тысячелетиям до н.э. Люди, изготовившие их, были европеоидами. Их основным занятием была охота на морского зверя. Они были знакомы и со строительством судов, лодок из просмоленных досок. В 3-м, 2-м тысячелетии до н.э. климат в этой местности был теплее, и хойные леса, сосновые и еловые, выходили прямо к морю. Поэтому у древнего населения полуострова был материал для строительства лодок. По словам археологов, аналогичные находки встречаются на раскопах сандинавских ученых, с которыми россияне обмениваются информацией и проводят совместные исследования. Можно сказать, что сейчас складывается новый взгляд на формирование населения Северной Феноскандии и Арктики в целом. В сезоне 2015 года экспедиция продолжит исследования на Кольском полуострове. Авиационно-транспортная компания «Ямал» намерена перейти на воздушные суда российского производства. Дмитрий Кобылкин обсуждал недавно этот вопрос с президентом страны Владимиром Путиным. В частности, планируется сделать большой заказ на самолеты сухой Суперджет-100, чтобы в течение пяти лет сформировать из них новый парк авиакомпаний. Глава Ненецкого округа Игорь Кошин встретился с крупнейшими туроператорами страны, чтобы начать совместную работу по привлечению в регион столичных путешественников. Округ находится всего в двух часах полета от Москвы и Петербурга. У нас абсолютно белоснежная тундра, увлекательная охота и рыбалка, нетронутые цивилизации и традиционный уклад коренных народов Севера. «Мы готовы вкладываться в инфраструктуру, обучение людей, транспортную составляющую, но без помощи профессионалов отрасли нам не обойтись. Именно от вас ждем предложений, как эффективнее наладить поток туристов НАО. Что из того, что мы имеем, представляет наибольший интерес», – сказал на встрече Игорь Кошин. Туристический рынок повернулся лицом к путешествиям внутри страны, это отмечают все его участники. Рост запросов на отдых внутри России по статистике турагентских сетей достиг 50%. Ненецкий округ – один из немногих регионов России, где помимо потенциала для развития туризма, вполне есть практически в каждом субъекте, есть готовый базовый продукт, который можно продвигать на рынке, уверена Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Участники встречи договорились о совместной пробной поездке по маршрутам, которая уже разработана Туристическим культурным центром округа, для того, чтобы туроператоры на месте смогли познакомиться с регионом и нюансами организации арктических туров. Пока организация арктических туров в Ненецком округе только обретает очертания, путешественники-энтузиасты из Санкт-Петербурга собственными силами и средствами покоряют снежные просторы тундры. Проехав половину пути, они утверждают, что туристический потенциал у Ненецкого автономного округа есть. Игорь Петрук, Владимир и Андрей Светашовы – опытные путешественники-любители. За плечами экспедиция на Кольский полуостров и в Республику Коми. Первая попытка посетить Ненецкий округ в 2011 году не увенчалась успехом. Всему виной была аномально теплая весна. Тогда они пообещали вернуться и сдержали слово. Маршрут более 2000 километров. За плечами уже 800 – это Мизень, Несь, Ома, Нижняя Пеша, Индиго и Коткино. Путешественников сильно поразил уровень жизни в селах округа, а главное – широта души их жителей. Такого, как в Ненецком округе, мы не видели нигде, признался в интервью Андрей Светашов. У нас были представления, что здесь, в общем-то, совсем другой уровень жизни. Мы прибыли приятно, очень сильно приятно удивлены. Правильно, нет, коллеги? Абсолютно правильно. Техника, топливо, еда и палатки экспедицию энтузиасты снарядили полностью на свои средства. Поддержку путешественникам, а именно содействие при прохождении погранзон оказала Арктическая академия. Цель экстремальной поездки кажется простой только на первый взгляд. Наша экспедиция посвящена 70-летию победы и проверить свои силы. То есть каждому из участников примерно 50 лет. Кому немножко меньше, кому немножко больше. И мы хотим посмотреть, как организмы, прошедшие пол жизни, ведут себя в Арктике. Все впечатления от поездки туристы собирают на камеру. В итоге получится небольшой любительский фильм, который уместит хотя бы малую часть всех впечатлений от Ненецкого округа. Впрочем, в планах путешественников-любителей вернуться в этот край и позвать с собой друзей. Здесь много чудес, которые мы видели только на картинках. И, к сожалению, с погодными условиями нам не удалось это увидеть своими глазами. Но с точки зрения туристических возможностей, район очень перспективный. Очень перспективный. Конечно, нужно готовить для этого инфраструктуру. Впереди их ждет еще больше тысячи снежных километров. Наринмар стал только промежуточным пунктом экспедиции. Через населенные пункты округа они достигнут самой желанной точки острова Вайгач и возьмут курс на Воркуту.